Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, а это мой муж! Наконец-то ты, да, меня представляешь? Это всё время я, да я на своём канале. Мы с тобой редко снимаем совместные видео нереакции, и вот опять у нас реакция. Но мой муж Слава, к нему на канал мы снимаем офигенские реакции на 4 свадьбы, беременна в 16, там куча миллионов просмотров, поэтому обязательно смотрите, подписывайтесь, и там очень весело. Мы сняли уже ещё две реакции, которые ещё не вышли, которые ещё не смонтировали. Не знаю, выйдет это видео раньше или позже, но в любом случае зайдите на мой канал, посмотрите. В общем, я наконец-то собрала всю свою волю, силу в кулак. В общем, решилась показать своему уже мужу своё старое творение. Старые творения. В общем, я думаю, что сегодня будет очень неловко, очень стыдно. Сегодня будет весело, я на самом деле, мне очень нравится. Я давно этого ждал, мне кажется, что это вам должно быть тоже прикольно, а мне так вдвойне, потому что, ну, посмотреть на свою жену в детстве, ну, кто не хочет. Ну, прям детство. Но она стеснялась, она не показывала, она всё время пыталась как-то обойти стороной этот скользкий вопросик. Типа, ну, я говорю, ну, давай посмотрим что-нибудь старое. Короче, суть в том, что... Я не знаю, что это было видел, но это были не настолько старые видео, как сейчас. Я хочу жёсткого, я хочу максимально кринжового. Дай мне это, пожалуйста. Короче, у нас сегодня будет не короткий выпуск, и я подготовила где-то 4 видео. Они, правда, все идут не по часу, не по 40 минут, да, там 30, как я сейчас снимаю, они идут там где-то по 15, где-то по 10 минут, где-то 7 минут. Поэтому я думаю, что больше мы будем болтать, я буду больше ставить на паузу. Говорит, мне так стыдно, какой уж... Ну, давайте посмотрим. Ребят, запасайтесь чаёчком, попкорном, сырочком, и будем смотреть. В общем, я даже не знаю, с чего начать, я подготовила... Итак, сейчас хочется, чтобы, знаешь, началось... Четыре с вами... Нет, сейчас будет другое. Очень стыдно... Я так понимаю, что это закрытое видео, вы их... А, да-да-да. В принципе, мы их сейчас смотрим с вами, вот, грубо говоря, онлайн. То есть... Многие меня часто просят, чтобы я открыла всё, что у меня закрыто на канале, потому что многие мои подписчики сейчас, они выросли вместе со мной, росли вместе со мной на моих видосах, помнят меня ещё в 14-м году. И, с одной стороны, я понимаю их ностальгию, типа, да, посмотреть, как это было раньше, но мне реально очень стрёмно, потому что я себе там ужасно не нравлюсь, мне кажется, я там безумно тупая, несу какой-то бред, поэтому, так, телефоны, пожалуйста, у нас штраф пять тысяч миллионов. Ты мне не указ. Указ, конечно, я же твоя жена. Так вот. Подожди, ещё такой вопросик, а я могу тебя обсирать? Конечно. Конечно, ты можешь меня обсирать, и никто тебе, конечно же, это не запретит делать. Я думаю, что я даже больше буду себя обсирать, чем ты меня. Погнали. Так, а, ну надо сказать, что это за год и так далее. 50 фактов обо мне, Юлия Пушман, 413 тысяч просмотров, 14 апреля, 2014 год. Это же сколько мне лет было? 16. Сейчас ты увидишь невероятное. Я была очень страшной. Ну, погнали. Это ещё до того, как я брейки-то, получается, поставила. Всем привет, меня зовут Юлия, и в сегодняшнем видео я расскажу вам про 50 фактов обо мне. Я надеюсь, что вам будет интересно. У меня сразу вот эта игрушка с глазами такими, как почему вчера бабушку смотрели на реакцию. Она сразу такая наркоманская тема мне прям. Видишь, сколько у меня игрушек? У меня там и пончики, и брокколи из Икеи. Сразу видно, парень тебя любил. Это не парень я покупал. Нет. Сама себе покупала. Заказывала откуда-то. И давайте начнём. Возможно, некоторые факты покажутся вам странными, но, извините, первый факт. Чё ты ржёшь? Возможно, некоторые факты покажутся вам странными. Ты обрати внимание на мою диктию. Да, я... Вот сейчас вы тоже сравнивайте, кстати, как чётко я говорю, благодаря тому, что у меня сейчас виниры стоят и нету вот такой огромной щели в зубах. Смайл-студия. Обязательно. Заходите. На меня два раза в жизни накакал голубь. Да, только два, и все эти два раза я помню. Первый раз, когда я была вроде в третьем классе, у меня на куртку накакал голубь, и мне одноклассники говорят, Юля, фу, что это? И я такая, типа, ау, чёрт, на меня накакали. А второй раз был не так давно, наверное, год назад, даже чуть меньше. Я так об этом рассказываю, как будто это что-то, ну, такое прям... Экшен. Типа, знаете, вот не так давно, кстати, я ходила вот в это место, очень классное. Я прям вспоминаю его, ну, с душой прям. Да, не, факты вообще отменные. Когда я фотографировала в Коломенском парке, я иду, и мне вот сюда вот прилетает какашка, и это было очень смачно. Да, я помню этот день, он мне не нравится. Второй факт. Есть собака. Ни одной сестры, все братья. Реально так. Никогда ничего не ломала, но были ушибы и выехи. Не люблю носить туфли, всегда кеды. Держёшь. Да просто смешно. С того, как я говорю и рассказываю, блин, такая деловая колбаса. Блин, так странно вообще, но с другой стороны, я понимаю, что через, блин, 10 лет я буду смотреть на видосы, которые я сейчас снимаю. Ну, не, я думаю, что уже такого кринжа и ловить не буду, конечно. Конечно, вообще, на самом деле, люди меняются очень сильно. Вот, ну, просто с 16 до 23 у тебя такой прям большой, большой скачок произошёл. Ну, это и хорошо. А уже с 23, там, до 35, например, когда-то, ну, не будет такого. Ну, да, я думаю, что уже такого сильного прям... Ну, я думаю, что всё равно ты в 35 посмотришь тоже свои старые видео, тоже тебе будет стыдно. Блин, ну, я надеюсь, что нет, всё-таки у меня сейчас мозгов-то побольше. Да, и ты, кстати, вот по-другому как-то мыслишь, разговариваешь. Конечно, я же там ребёнок, я там вообще безопытный. Да и кроссы. Во втором классе меня подстригли очень коротко. Это было ужасное время моей жизни. Впервые полетела на самолёте в 2007 году в Турцию с папой, мне было 9 лет. Есть только одна лучшая подруга. Никогда не фанатела ни от кого, то есть у меня нет кумира. Ну, в смысле, мне много кто нравится, допустим, я не знаю, Селена Гомес, Джастин Бибер, но у меня нет такого божья, они идеальны, мне плевать. Три года училась в музыкальной школе, между прочим, первые три класса. Каждый раз, когда я узнаю о какой-то трагедии или вижу, что кто-то упал, то я начинаю смеяться. Я не знаю, почему так, но вот так всегда. Если я вижу, что кто-то из моих друзей, например, упал, мне сразу очень смешно, к сожалению. Ты жалостная Юля. Блин, ну это же типа... Если я увидела, что ты подскользнулся, я буду ржать над тобой, не подам тебе руку. Ну, кстати, сейчас я, наверное, вряд ли бы посмеялась, потому что сейчас вот, например, если... Хотя не знаю. Но я думаю, что не во всех ситуациях мне будет смешно. Было бы, например. Наверное, я просто себя как-то огораживаю от того, чтобы не заплакать и не начать волноваться за друга. Я в 10 классе. Я не люблю неухоженных людей. Люблю порядок во всем. Абсолютно во всем. Ненавижу беспорядок. Умею водить машину. Да, мне 16 лет, и я умею водить машину. Это круто. Я видеоблогер. Первые деньги я заработала в 15 лет фотосессией. Ну, я фотографировала. До 8 класса была меньше всех девочек по росту. В детстве я ехала на Лоскель. Блин, вообще так интересно, да, как наш мозг работает. Вот я сейчас что-то рассказываю, там, факты про то, что я до 8 класса была меньше всех по росту. Сейчас я вообще бы этого не вспомнила. То есть, ну, как бы всё равно стирается вот эта ненужная инфа. Типа, это же не важная информация. Мне по жизни сейчас, там, помнить, что я до 8 класса была меньше всех по росту. А тогда, в 16, понятно, я это помнила, потому что это ещё не так давно было. Да, и в этом плюс снимать такое видео в 16 лет. Да, не, вообще, это на самом деле классно. Вот за что я ещё люблю то, что я видеоблогер, несмотря на то, что мне стыдно и стрёмно некоторые видосы смотреть. Но, по крайней мере, ну, реально, я могу вспомнить, о чём я тогда думала, чё я тогда рассказывала, показывала. Всё равно прикольно. Я в госпеде, и мне на встречу шла моя бабушка. Она вот так вот раскинула руки, я сделала то же самое и упала. Это тоже какой-то факт обо мне. Что да, я такая, о, ура, ручки, ммм, и падаю. В один раз в жизни я наступила пяткой на осу. Когда я толстею, у меня сначала очень сильно толстеет лицо, подбородок. Не у всех так, на самом деле, вот у меня так. Носила брейкеты год, и походу буду опять их ставить. Не люблю пробовать что-то новое, да, я очень принципиальный человек. Я даже, когда мы приходим в кафе, например, в Макдак, я беру всегда одно и то же. Это странно. Мне все говорят, Юля, попробуй там филиофиш. Я говорю, что? Что это? Уберите это от меня. Странный человек. Я никогда не курила сигареты. Долгое время. Но я не скрываю, я один раз попробовала, и это от родителей. Но я никогда не курила, и не буду курить. Это отстой. Очень интересный факт, Эндрю. Такой отстой курить. Я, который уже несколько лет дымлю. Курить никогда не буду. Паровоз. Не, конечно, это зло, вред, надо бросать. Зубки вот. Это Эндрю. Дальше идет Питер, это когда я типа делаю вот так. Я немножко потерял суть. Это факты о тебе или о твоих вымышленных персонажах и личностях? Я говорю обо мне, что у меня есть альтер-эгги. Эго. Один это Эндрю. Покажи. Ну ты тоже так делал. Ну сейчас уже не так клево, потому что у меня зубы классные. Раньше-то у меня были кривые. А когда были брекеты, это вообще улет. Губа же за брекет цепляется. Ты можешь ходить так часами. Ну, конечно, так не ходило часами. Плюсы ношения брекет. Да. Дональд это, когда я делаю... И Аршавин это, когда я смеюсь, как Аршавин. Мне надо размешить очень клево, чтобы я так посмеялась. Я очень наивная. Очень наивная такая дурочка. Но, блин. Хотя я считаю себя очень даже умной девушкой, на самом деле. Но все равно я такая наивная, добренькая, седающая в людях самая хорошая. Это меня прям бесит. Ненавижу глупых людей. Мне кажется, самый капец, это когда человек глупый. Мой второй подбородок зовут Кирюша. Для меня не важна цена ве... Это факт, ё-моё, обо мне. А, почему я не знал об этом? Ну, я думала, это не важно. Как я пропустил это? Пять лет с тобой. Почему я не знал про твоего Кирюш? Подбородок мой второй. Кирюша, да. Интересно, сейчас-то Кирюша есть? Да Кирюш-то есть. Кирюш со мной всегда. Да ну, это просто прикол детский, ты чё. Вещи, если она мне нравится. Ну, в том смысле, что вещь может стоить 100 рублей, 50 рублей, какая-нибудь майка, да? С рынка, откуда угодно. Но если хорошее качество, если она мне нравится, как выглядит, я буду её носить с удовольствием и ещё и буду гордиться ей. Поэтому я не такой человек, как вы, возможно, думаете, а может и не думаете. Но в любом случае вы поняли, что для меня реально неважно, с Китая эта вещь или там из США. Всё с Китая. В общем, всё с Китая на самом деле. Но мне так кажется. В любом случае вы поняли. Я не считаю себя звездой какой-то и вообще у меня заниженная самооценка ниже среднего. Кстати, на тот момент, если мне не изменяет моя память, вот у меня как раз было такое вот... Ну, короче, на самом деле популярность эта штука такая. Ещё зависит от того, сколько тебе лет. Ну да, ты же ещё подросток. Потому что я там как бы ребёнок, и меня смотрят люди ещё младше меня, вот на тот момент. Или там ровесники, или чуть старше. А как мы все прекрасно знаем, дети в таком возрасте, они всё равно более активны. Более активно оставляют комментарии, активно ставят лайки. Ну, вообще больше активности проявляют. И вот тогда у меня как раз был такой... Ну, может не тогда, может чуть попозже даже, но вот был такой прям пик. У меня там фан-встречи, там 400 человек приходило. Ну, это на самом деле много, вот так если глянуть. Поэтому, да. Подожди, мы начали с самооценки. Не, самооценки. То, что я говорю, что я не считаю себя звездой, потому что... В принципе, я никогда не считала себя какой-то звездой. Но, по сути, на тот момент, вот так если посмотреть, я как бы там звезда, можно так сказать. О, да. Ну, имеется в виду, что очень всё активно, и считай пик такой вот классный. Ещё какая звезда? Ну, стрёмная, конечно. Я бы так сказала, и мне кажется, я никогда не буду считать себя какой-то клёвой или просто бомбой. Мне можно доверять. Я не люблю рассказывать людям посторонним что-либо, на самом деле. И я скажу одну интересную вещь, тоже как бы факт. Когда мне звонят мои друзья и спрашивают, дай номер другого, допустим, твоего друга, я говорю, что я не могу тебе дать этот номер, пока я не спрошу у этого друга, то есть у этого человека. И когда человек мне уже говорит, Юля, да, ты можешь спокойно давать мой номер, только тогда я даю номер, то есть это круто. Смотрите, какой честный, какой ответственный человек. Ну, я, правда, до сих пор так делаю, никогда так номера не даю. Молодец, это правильно. Ну, вот просто в 16 лет, а видишь, как ведёт себя хорошо, как будто уже 25. Да, да. Я очень рада, что я такой человек, вот именно в этом. И у меня не было никогда таких проблем, что мои друзья мне звонят и говорят, зачем ты дала мой номер или что-то наделала. Никогда такого не было, и это круто. Вынималась бальными танцами, где-то, наверное, года два. За месяц похудела на 6 килограмм. Да, чёрт возьми. Не могу ходить с ненакрашенными ногтями, это тоже проблема, просто невероятно огромная. Люблю спать в носках. Люблю размышлять о вселенной и о таких вещах, как, о боже, я могу всё потрогать, реально, я обожаю. Вот вы представляете, вы можете потрогать волосы, они с чего-то состоят, я могу трогать пальцы, я могу ими шевелить. Ах, вот откуда желание всё потрогать у моей жены. Ну, не конкретно всё, мне интересуют только одни определённые моменты, места. Которые можно потрогать, я понял. Не, ну, видишь, я так любознательная, любопытная, всё можно потрогать. Класс, класс. На вкус потрогать. Это же нереально клёво. Вы когда-нибудь думали о том, что вселенная, как это вообще всё получилось? Вот лично для меня это капец, как интересно. Не могу так сидеть из-за вот этой чёрной. Да ты не сливаешься, это тебе тут кажется... Ты посмотри, я сливаюсь. У меня нет волос, зай. Нет, тебе тут кажется, что ты сливаешься на кадре потом, ты не будешь сливаться, я тебе клянусь. У меня... Я же тоже с тёмными волосами, я же так уже сидела. Ладно, обещаешь? Обещаю. Ты думаешь, ты лысом будешь выгодить? Да. Короче, просто мы сейчас смотрим в камеру, и у Славы волосы сливаются с дверью. Но я просто знаю, что когда я буду монтировать видео, на экране уже будет выглядеть по-другому, и твои волосы всё равно будут выделяться. Так уж и быть, поверить. Это правда. Как тебе моя внешка? Оцени её тут вообще. Давай так, не очень удачный кадр, во-первых. Во-вторых... Почему неудачный? Я сейчас таких снимаю, сейчас даже похуже кадры беру. Не очень удачный кадр, стоп-кадр я имею в виду. А. Ну, вот пусть такой хоть с закрытым четвертом. С закрытым четвертом. А, ну, вообще ты милашка. Глаза мамины красивые, за которые я тебя полюбил. Угу. Вот. Ну, в целом ты хорошая, миленькая. Ну, понимаешь, ты тут здесь подросток. Ну, ты расцвела со временем? Ну, да. А, кстати, вот удивительно то, что вот даже мой нос, он выглядит так по-другому. А ведь я не делала ринопластику. Ну, да, у меня ресницы сейчас нарощены. На самом деле и губы, понятное, сделала. Но, по сути, реально, вот самое большое изменение, кардинальное, это просто то, что я выросла. Ребята, вы просто меня не видели в 16-15 лет. Вот, Юль, посравнись со мной вообще ангельский пирожочек. Не думаю. Я видела твои разные зарисовочки. Ты там вообще, ну, не такой стрёмный, как... Это... Это... Ну, я ещё такой стрёмный. Вот то, что ты сейчас видишь, это ещё не самый стрёмный. Самый стрёмный во влогах ты увидишь. Я сейчас, когда включила, думаю, о, боже, мама! Ну, давай ещё посмотрим. Я не хочу смотреть какие-то там фильмы или читать книжки про это. Мне просто интересно об этом думать и рассуждать. О, боже, как это вообще произошло? Это нереально круто. Очень легко нахожу вообще язык со всеми. Мне очень просто завести разговор. Я совершенно нестеснительный человек в плане общения, мне так кажется. Хотя новые знакомства, это всегда как-то боязно, что... Ну, ты просто не знаешь, что ждать от человека или что можно ему говорить, что как бы ему не понравится. Ради людей, которые мне действительно дороги, я готова на очень многое. Люблю музыку. Также я люблю петь. У меня есть слух, но у меня нет голоса. Никогда не была отличницей. Люблю фильмы, в которых есть экшен. Например, фэнтези какой-нибудь. Комедии. Ужастики. Я много чего люблю, но я больше всего люблю фэнтези. Не люблю торты. Реально, не люблю торты. Леееееееееее! Торты! Ну... Тогда я ещё не думала. Может быть, я об этом не думала. Может быть, подзабыл немножечко. Ничего бывает, ты же ещё ребёнок. Торты, да. Если я их поела, то это значит, что очень странное что-то случилось. Сдавала в ГИА географию и общество знания. Я думаю, что многим интересно, но многие спрашивают. Люблю МакДак. Ненавижу краситься и особенно смывать косметику, но не могу без косметики. Не могу прочитать, что сама написала. Но не могу. Да. Ты сдавала географию в ГИА? Я даже забыла об этом. Ничего себе. Правда. Очень хорошее отношение с мамой. Всё могу ей рассказать, и она знает всё про меня. Чаще всего мои депрессии бывают из-за того, что меня тупо не устраивает окружающая меня среда. Например, в моей комнате беспорядок. Я больше люблю плавать в бассейне, ежели на море. А это что такое? Сейчас просто кадр левый, и ты просто голос настал. Короче, видимо, что-то там я сказала, может... Либо я, может, что-то не досказала, пропустила случайно, и поэтому, типа, записала. Вот что-то такое, короче, там было. А монтаж нет? Монтаж нет? Какой монтаж? Монтаж. Так это и есть монтаж. Я записала голос и сверху наложила. Типа, как факт ещё один, который я пропустила, например. Так это и есть монтаж. А как ты думаешь, откуда голос появился? Суть не в этом. Суть в том, что там я ещё говорю ежели. Ежели. Вместо нежели. Это тоже... Это мы с Криной как-то тоже на реакции, кстати, ржали. А потом, кстати, выяснилось, что ежели тоже можно говорить. Конечно. Но, типа, ежели — это если. А нежели? Нежели — это, типа... Нежели, да и ничего начинать. Нет. Нет. Типа, я хочу... Нежели, вот, например, так я использую. Я лучше куплю себе новую машину, нежели куплю две старые. Да, да, да. А если это, типа... Ежели. Ну, ежели ты так решил. А я неправильно, короче, это использовала. Разумеется, в открытом бассейне. Я ненавижу чай без сахара. Для меня это просто, я не знаю, как яд какой-то. И тут ты про волосы говоришь. Да, потому что я, видимо, пропустила. Ну, я пропустила, видимо. Ну, блин, ну, с кем не бывает, ошибся человек. Да или, блин, хрен его знает, но, честно, не люблю. Просто ненавижу. Когда я начинала снимать видео, я не могла даже предположить, что это выльется во всё то, что я имею сейчас. А это всё вы. И я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы смотрите меня. Это нереально круто, и я до сих пор не понимаю, почему вы смотрите мои видео. Ну, чёрт. Если честно, ребята, до сих пор не понимаю, почему вы смотрите мои видео. Не, ну, это, конечно, мило. Да не, вроде милая девочка, да? Но тут мне за себя не так стыдно, вот скажу честно. Типа, вот видосы другие, там, конечно, стрёмно. Ну, погнали, другой видос. Так, моя повседневная жизнь, первая запись, смотрим. Го. Да. Первая запись песни, я этого ждал, я мечтал её посмотреть. Это... Наконец-то дали доступ. Вот это то, что я люблю. Вот чтобы дали доступ, надо было кольцо и подарить, понимаете? Да, ты как думал, всё тебе это самое, любить-люби, а жопку не показывай. Ага, да. Как бабушка мне говорила. Как же я ждал. Ну, погнали, тут ещё будет превьюшка, типа, что нас ждёт сегодня выпуск. Ну, я заморачиваюсь. Люблю такое. Поп-корн полная говно. Не, норм, ура. Нет, она меня просто ручкой пырнула. У нас очень весело проходить в зря. Я утром проснулась и решила ванной спеть. Первая июля на запись. Петром лишь стать. Ну, другое дело, да. О, другое дело. О, запела. Это нормально, да. Да, Бьёнсио. Мне нравится. Мне уже нравится. Столько смысла. А это я, кстати, снимала на телефон. Столько смысла в этих десяти секундах, когда ты просто... А там что-то подписано, типа, какая-то тупая, бесячая песня. Ну, я же тоже снимала, типа, люди в курсе, наверное, что-то... Блин, а раньше, наверное, не страйкал, ну, не кидали страйки за песни на Ютубе. Да, не кидали, ты чё? За чё-то кидали, но в основном нет. Ещё не было такого, что уже все на свои права подают уже. У людей не было прав в то время, понимаешь? Это сейчас все, вау! Это сейчас у всех, да, права. Это ты песни не слушал, плохих в такси. Мы пришли... Изначально мы шли на какой-то фильм про чуваков, которые дерутся, не знаю вообще о чём там, или почему, или зачем. Вот, но в итоге мы пришли на другой фильм. Точнее, мы пришли, того фильма, на который мы собирались, нету. Сказали, что какие-то неполадки. Хотела пойти разбираться, но подумала, ну, нет, всё равно. Вот. И... Интересно, ты помнишь какой-то фильм? Нет. Типа, чуваки какие-то дерутся. Блин, а я забыла, кстати, сказать, какой это год. Вообще. Ну, это тоже 14-й год. 14-й год? 25 июня, 160 тысяч. Ну, не так много, типа, ну, для блога норм, как бы. Под тем-то временам вообще. Пойдём на другой сейчас фильм. Джек Красл что-то вроде, что-то? Не знаю, что-то, вон там очень клёвый актёр, красивый и... Ну, он секс, в общем-то. И... Сегодня у нас четверг. Чёрт. Как я снимаюсь? Я не хочу учить биологии. Ты так же, как и я снимала. да я так сейчас я тоже все время обрезаю часть голову ну да опыт мне надо ее сдавать чувствую себя ужасно и расскажу что не хочу биологию учить в общем то в кино сейчас только 410 где-то не понимаю зачем я просто если бы я просто смотрел знаешь такой обращение зачем зачем я это смотрю я не знаю зачем я вот я тебе клянусь я не знаю почему люди тогда это смотрели я ну как бы я знаю почему люди тогда смотрели потому что тогда не было такого тогда был только наверное дом 2 когда люди могли посмотреть за за чью-то жизнь заглянуть вот в этот вот эту четвертую стену сломать и вот и этими видео ломала четвертую стену как раз таки кто не знает четвертая стена это типа когда ты вот смотришь картину а режиссер дает тебе поучаствовать как бы в жизни там какого-то героя то есть он не показывает это от третьей стороны он показывает как будто ты прям принимаешь в этом участие грубо говоря если смотришь кино но на пну например главный герой в кино просто берет и обращается к тебе напрямую привет сегодня я например вот узнал кое-что вот такое-то а ты вот это вот знала все это сразу разрушается понимание между зрителем и как будто зритель находится сейчас в этом месте с ним разговаривают главный герой и вот это вот называется четвертая стена очень круто спасибо байса купил большой попорный он хочет чтобы не было плохо сегодня ночью я не знаю но это много мне кажется кстати колу я не пью я пью литер знаете почему потому что что-то меняется что-то что-то вечно вот попкорн полное говно не норм ура я у меня блин это классно я вот все обладал чтобы посмотреть на свою школьную жизнь вот глазами ну просто со стороны вот у меня остались фотографии какие-то старые которые я снимал на на свою на свою sony ericsson я помню фотографии просто со школы фотки меня одноклассников и так меня греет на самом деле и так жалко что у меня такого не было вот я и у меня не было я жив в маленьком городке у меня не то что камеры не было ну типа даже телефонов нормальных не было чтобы прямо старше меня был можно то время не было не было они все были супер наверно были были супер дорогие ну и как бы ну и мне никто ничего такого бы не купил это круто когда ты вот просто сейчас сидишь и можешь посмотреть на себя мне тоже на самом деле очень приятно и из-за того что у меня это все есть еще на видео и я могу вспомнить как это было и мне еще больше хочется хотя бы на недельку вернуться даже не из-за того что вот его именно уроки учить а просто побыть там побыть там да вот как раньше мы ржали с одноклассниками не то что они творят какую-то фигню мне мне тоже хочется вот кстати во блогах будет ну типа что-то из духа как мы одноклассники всякие прикольчики делают это классно и это знаете как типа инстаграм стал новым фотоальбомом когда ты можешь просто залить залететь и посмотреть фотографии с собой там 10 лет на ну если четыре года назад год назад то же самое вот вот это то есть это грубо говоря как твои архивные записи конечно которые люди хранили раньше на всем чем угодно начиная от дисков там заканчивают меня посадили я она меня не любит просто я спокойно здесь сижу я я спокойно сижу все подстрекательница под 3 хочешь чтобы одноклассника выперли все-таки не по моему них ничего не хочу по моему суть в том что его посадили в другое место он должен был там сидеть а он сел ко мне ну мы дружили что-то да не не поэтому мы замутить наверное хотел я думаю что все мои зрители кто со мной из тех времен все помнят федю я думаю что все сейчас ощутили ностальгию тоже да 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 он очень часто был моих блогах и клевое время было класс а вы меня звали мне показалось выгодунов мне показалось выгодунова сказать все я слышу я тихо но она не любит просто нет она меня просто ручкой вернула меня я буду снять на фарфу и брау как 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 все будет угар а а а а а а а а у нас очень весело проходит физра короче у нас физра очень скучная мне кажется что это время когда я только вернулась из болгарии где поправилась на фиг знает сколько килограмм или или из лондона я вернулась я не помню но вот после какой-то не наверное из лондона я вернулась я же там вообще поправилась жутко жрала макдональдс два раза в день это да еще очень сильно поправлялась ну типа быстро по и вообще беспонтовая и у нас проходит в каком-то странном зимнем типа саду и мы тут просто сидим вот и самое тупое это наверное то что у нас а девочки отдельно от мальчиков занимаются и тому же мы в разных залах занимаемся очень просто убивает во-первых физра скучно и конечно отстой вот я говорю о том что у нас разделили мальчиков отдельно девочек физрой заниматься и это конечно отстой потому что физра стало еще более неинтересно и скучно одно дело когда вы хотя бы с мальчиками занимаетесь ты можешь там не знаю глазки построить да посмотреть какую-то дичь если они творят а так вообще и так неинтересно было и беспонтовая и вообще не предлагали поиграть типа я это ставлю а потом шариком выбиваю это боулинг называется боулинге боулинг а это реально какой-то но игра называется боулинг и заставишь и выбиваешь пойти не знаю только не таким шаром клевом каким-то маленьким пластмассовым это разве интересно мне всегда мечтала такой физре в 10 классе короче самый угар в том что я это выставляла на тот момент ну вот просто подумать о том что я сижу обсуждаю физру прямо на уроке это же как бы урок что это за дело такое не ну не важно что это как бы физра типа они там литература какая-то на физре вы понятно там всякой фигней страдаете занимаетесь чем-то таким не сидите на месте но суть в том что я просто сижу и обсираю уроки и в этот же момент по сути в то же время выставляют все в интернет и у меня же были проблемы с учителями здесь но не здесь не то что прям проблемы но были тип такие ситуации когда мне просили что-то удалить хорошо что это не в это время ты это выпускаешь если бы ты обсирала школу в это время мне кажется вообще был бы жесть почему а то сейчас быстрее все доходит но сейчас больше контроля контроля дофига там учителей могут увольнять а тогда сейчас могут и директоров с это снимать это да но у меня были жесткие конечно ситуации когда я на уроке снимала как например ученик какой-то учителю что-то матом отвечает ну там вещи типа дичь была изра у нас тупая поэтому я не занимаюсь просто сидишь и поносишь свою школу пизра у нас тупая училка бред несет у нас всякие херней страдали тоже ну я прям конкретно беканье не помню не у меня вообще одноклассники просто они такую дичь иногда творили привки короче сейчас где-то 6 часов вечера сегодня суббота вообще-то моих планах было сидеть дома обрабатывать видео выставлять их там я не знаю ну просто вообще ничего не делать на самом деле я не думал что я буду сегодня краситься и вообще мне грязная башка я должна был ее помыть но не помыла и иду гулять сейчас мы когда ты со мной познакомился ты думал что я такая типа московская чик только на тачке всю жизнь катаюсь на такси да а я так по метро херячила и жизнь у меня кипела я все детство вообще чё там вот как раз по сути пока права не получил даже не пока права не получил пока не стало такой популярный что в метро мне стало находиться очень тяжело это правда было очень неприятно и страшно иногда вот я на метро гоняло приехали на красно-престинскую студио аудиозаписи записывать мой новый трек MC Кисулька вот я буду записывать MC Юлька MC Кисулька блин такой кринч песню Максим ветром стать я не знаю что будет вообще я просто хочу записать и посмотреть на свой голос ну мне где-то в течение недели пришлют мою песенку вот ой меня помню в школу иду утром в наушниках все время пока иду слушаю только ты не будь пока солнцем слышишь я думаю блин а я слушала прям думаю блин как клёво слушать свой голос качественно запись да как же круто вообще авторитюнчик ревер а сейчас я это вообще просто у меня пена изо рта идет если это вот включить мы уже приехали к нам и стал ходить в эту студию но у нас как бы есть все есть все данные как дойти до туда вот сейчас я буду петь два часа а у меня будет два часа Ада я нужна я буду снимать фотографию да я попросила чтобы она снимала меня фоткала я в первый раз еду в студию ну такое вообще-то для меня что-то новенькое ты можешь сразу рассказать потому что типа я считаю что мне нужно попробовать себя во всем а ну даже если будет плохо да 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 если будет плохо я как бы ну не особо расстроюсь потому что я считаю что человек должен попробовать себя во всем в этой жизни ну я как бы видеоблогер фотограф почему бы не запеть действительно вот я просто считаю что мы живем один раз и надо во всем себя проявить как-то постараться и ну если не судьба ну как бы да я не знаю нет таланта то ради бога просто я считаю что стоит попробовать кстати ты обрезал внимание что у меня ресницы нет нарощенных ну да конечно просто вместе с твоими щечками кажется что чего-то не хватает думаю что ресницы немножко компенсировали твои щечки ну да ну мало ли вдруг клёво будет ну хрен знает ну конечно варианты будут клевые я сейчас вспомнил видео когда мы смотрели чувак записывал себе сообщение в будущее надо тоже как-нибудь записать такое блин ну да надо записать на флешку закинуть и закопать где-нибудь и забыть ну да клёво ну по сути вот все что я смотрю это и есть там мы можем даже просто на youtube записать послание в будущее надеюсь что через пять лет вы там-то там-то у вас то-то то-то но это то же самое что я обычно раньше ну сейчас особо мне лень это делать каждый год снимала перед новым годом видео типа рассказывала что со мной было за этот год и какие у меня цели и планы на будущий год вот я тоже могу так пересмотреть у меня есть по моему шестнадцатого года такой видос с пятнадцатого на шестнадцатый я там говорю то что вот надеюсь там что в этом году я что то сделаю то сделаю каждый видосе группу начну заниматься спортом начну заниматься не раз не занималась не ну чуть-чуть позанималась пять раз ходила все это будет средний то есть любительский такой уровень чисто я утром проснулась и решила ванной спеть но это не суть кстати сейчас мы будем короче искать здание киноцентра с левой стороны вот сюда значит да короче вот это здание нам надо обойти с левой стороны наверное вон туда и там будет уже это аудио студия кстати очень близко а это этот соловей да по моему кино этот я не знаю я там никогда не тусовался красноказармен нет красный ворот какие-нибудь некогда красноказармен ну центр краснопресненская нет краснопресненская это рядом с храмом христа спасителя там где зоопарк рядом через дорогу зоопарк по моему там? да московский зоопарк где он на Б что-то метро называется багратионовская нет бл**ть братиславская какая-нибудь у меня даже нет метро зоопарк метро какое там вообще на Б что-то я помню баррикадная во и краснопресненская краснопресненская и баррикадная ну хз не знаю там это не там и вот этот кинотеатр уже снесли по моему да ладно да его уже нет он просто был один из таких самых больших холодно на улице ужасно просто у меня руки холодные надеюсь нам там чай предложат надеюсь там туалет есть ну конечно есть чувак как они там живут думаешь говорят они там живут я же думаю что они там живут хе-хе-хе-хе да никогда здесь не было киноцентр overturn жесть ну ка не я снимаю сейчас нукада здесь не было киноцентр уже а да соловейardan Офигеть, ёлки три тогда только вышли. Это как, знаешь, какой-то знак будущего. Я же потом в ёлках пятых снималась. Капец, вообще мощно. Мольшой. Ой, сука. Да, рукам пипец холодно. Короче, сниму, когда мы уже придём. Короче, мы заходим в какой-то подвад. Нам стало, что мы зашли во вторую дверь. Ладно, теперь мы идём дальше. Всё как на фото. Летим его туле от тебя. Сейчас что-то? А вот какая ещё туалет. Мы сначала разберёмся. Посмотрёмся. Первая елена запись. Боже, это было так тупо. О, Адам и колоночки. А у меня сразу. Я вспоминаю, это было так тупо и так странно. И мне было так некомфортно. Я помню, что я слышала... Короче, это как вот... Блин, да эта студия похуже, чем у тебя дома сейчас. Потому что я помню, что он меня включает, и я слышу свой голос с отставанием. Да, да, да. С задержкой. С задержкой в смысле. Я думаю, блин, чё за... Ох, ты стопа можешь поднять. Что за лажат, думаю. Сейчас буду нереально угорать. А себя слушаете? Да, слышу. Прекрасно. Так, я думаю, что минус надо сразу потише сделать. Ты такой вообще фейс-пау. Ну давай, давай послушаем. Ну давай, ну уже нельзя готовиться. К этому нельзя приготовиться. Да я знаю, это просто тупо. Просто нужно принять. Я просто была ребёнком. Ну ничего. Слушай, я тебя уже так по-разному слышал. Да я знаю, что ты только не слышал. У себя в кабинке, и на студии мы когда записываем тебя. Я знаю. Просто это такой угар, и... Блин, ну не знаю, ладно. Давай. Стоп, стоп, стоп. Громко очень или как? Ну да, можно потише. Потише? Я думаю. И мне как-то непривычно, я слышу свой голос. Как будто бы я накурилась. Может, вы накурились? Нет, я накурилась. Звукорежиссёр молодец. Он за словом к нему в карман. Да что они хотят от подростка, блин? Может, вы накурились? Такая с зрачками. Нет, на самом деле, просто я не должна была слышать свой голос так. Потому что я тебе глянусь. Если бы я слышала свой голос тогда, когда я говорю, меня бы ничего не смущало. Я понял, ты слышала с остановкой. А я слышала именно из-за того, что задержка была. Это он виноват, и он накурился. Я могу убрать голос? Ну вообще, как петь-то, если себя не слышишь? Ну вообще, если вы привыкли, я могу вас... Можете снять одно ухо с себя, на самом деле? Да, наверное. И будете слышать натуральный свой голос, как бы. А это не натуральный? Ну вот, он как бы натуральный. Нет, тот, который вы на ушниках слышите, это то, как слышат вас другие люди. Видишь, какая я приставучая? Я там даже подписала, типа, я такая приставучая. Типа, вы будете слышать свой голос? А это не натуральный? Такая вообще, люблю вопросы. Я всё оттягиваю, момент, когда я начну петь. А то, как выслушать себя в... Я поняла, да. Да, это так. Давайте. Само начало? Я не знаю. Само начало? Само начало? Само начало? Здесь у нас уже вокал пошёл, да? Ну, другой минуты не было, я думаю. Я думаю, что вот отсюда... На самом деле, такой кринж, я вот представляю, сколько вот в студию приходит таких, как я тогда. Да. Это, на самом деле, мне кажется, так сложно. Вот просто приходят с какими-то минусами. А ты знаешь, я Даню очень понимаю. Вот Даньки на студии-то там вообще жесть. Приходят иногда, да, просто люди с улицы, и вот ему надо их записать. Это тяжело. Это, я не представляю. Вот чуваку надо объяснить ей, ну вот как ты там стоит, она вообще не шарит ничего, что здесь нужно там вступить, здесь можно закончить, здесь повыше, здесь пониже, здесь поточнее. Ну да, но ещё я просто, я вспоминаю, когда я туда зашла, мне было так волнительно, у меня и руки там, знаешь, холодные прям были, потому что я боялась вступить. Это вот как мы с тобой тоже бывает что-то записываем. Ну сейчас уже, конечно, мне проще вступить, но всё равно именно собраться вот прям вот, настроиться вот прям что-то выдать, это, конечно, это волнительно, и ты просто боишься элементарно тупо начать. Посмотрим, как у нас пойдёт. Давайте попробуем. Что-то уже записала. Вот отсюда мы начинаем, да? Чисто я на студии 16 лет, в 21 год, ничего не имеется. Ой, стоп, зай давай. Вроде норм. О, вот теперь вы должны быть нормально, и не расставать. Да, да, я прям норм, вроде, да. Давайте попробуем ещё раз. Вот теперь тоже нормально. А, она уже пыла. Больше сегодня нравится Калина, которая просто угорает, и все эти два часа стоит, типа, и снимает. Не, ну я хочу отдать должное себе, молодец я. Старалась, что-то снимала, контент пилила, а не просто, знаешь, там в школу шла. И это выставило, а мне было стрёмно выставлять. Молодец, а в любом случае это правильно, это интересно. Жизнь как-то вот у тебя, видишь, кипела. Это счастье уже, остепенивность. Чувак, посмотри, вы чувака. Я всё это время сейчас пела и просила выключить мой голос в ухе, потому что было неудобно. Я не знаю почему, почему мне было неудобно. Ну, задержка, наверное, была. Наверное. Получается, я слышала музыку и пела, а свой голос реально я не слышала. А может быть, просто баланс был настроен неправильно. Это не я пою, это все. Я тебя не слышу, почему тебя не слышала. Так это потому, что он меня выключил, я же попросила. Там дальше будет кусочек, как я пою. А у неё реально со зрением что-то было? Да, ты чё, она же операцию делала. Она в очках одела? Да, я её подкалывала всё время. Ну, не дружба. Ну, не очка, не, я её очкариком не называла, просто стебала. Стебала её в духе, типа, блин, ну, чё-то там стоим, типа, я её показываю, блин, да ты видишь, чё там? И забываю то, что она там чё-то не видит, ещё что-то. Она такая, типа, а, чё ниже? Я говорю, ай, ты слепая, не видишь ничего, забей. Ну, типа, вот такие подколы. Ну, она вроде не обижалась. Я её потом стебала ещё после того, как она операцию сделала. Она чё-то, если не видела, ну, знаешь, просто случайно, я же тоже не могу всё идеально видеть, хотя у меня хорошее зрение. И если она чё-то где-то не видела, я говорю, не, ну, чё такое, операцию сделала, не видит. Подружески. Подружески, да. Ну, кстати, не так убого. Я думала, что быть вообще, капец. Ну, единственный момент, что вы еле шепчите микрофон, но... Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Я сейчас шепчу. Сейчас, да. У меня это проблема прям вообще... Ну, это зажимы. Да, это зажимы. 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 Погромче говорить? Нет, когда вы поёте, надо петь погромче. А, ну, я понимаю, просто тяжело дышать. Надо... Ну, давай. Как-то чувствуется, кстати, то, что дышать там под конец уже как-то из хранения. Ну, да, я уже прям... Вот давайте мы с вами начнём вот... Осенним ветром? Да, вот это вот. Ага. Вот давайте... Вот это сколько там получается? Четыре строчки, наверное, да? С осенним ветром или... С осенним ветром я буду летать с тобой... Ага. Ты не поймёшь? Да, 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 да. Вот это вот. Летать с тобой ветром по свету. О! Вы совершенно разговор, да. Давайте тогда следующую часть. Ага. Ещё там, я не знаю, сколько там, четыре строчки или две строчки, сколько там... Да, на самом деле, вот, ребят, так монотонно, в принципе, проходит работа на студии и всегда... То есть, вот просто стоишь... Ну, не всегда настолько монотонно. Ну, достаточно. Зависит от настроения, от энергии и от того вообще, насколько ты готов к работе. Потому что иногда мы на студию приезжаем, мы вообще там... Ну, для звукорежиссёра это всё техническая работа монотонная. Я вот со стороны его. Для того, кто поёт... Ну, ему-то вообще там очень сложно. Ну, я вот вспоминаю Даню нашего, да? Мы когда записываем какие-то классные активные песенки, он сидит прямо... Ну, он сам кайфует, ему нравится. Ну, да, но просто... В любом случае, это работа не лёгкая. Ну, просто всё же зависит тоже от того, кто пришёл, если он... Ну, такой вот прям... Ну, я и говорю, вот придёт такая, как я. Это просто технически такие монотонные какие-то движения. Порезал, вставил, записал, перезаписал, порезал, вставил, перезаписал. Сколько? Две. Ага, давайте тогда дальше. Так. Убер. Я тебе хотёл кухонать. Щиту? Значит, слышь, я буду петь тебе... Я туда пройду? Да, конечно. Через дверь. Давай, чипец. А я... Перепись? Убер. Какой у вас середро. О, нифига у него там. Качащищен. Ну, компрессор, классный. Классный компрессор. Помню, косарь, по-моему, заплатила за час. Косарь, по-моему, стоила. Фишка в том, что... Типа сейчас очень... Они бессмысленны, но только поподдаваться, потому что... Компрессор? Ну, это вот техническое оборудование очень хочется иметь, вот, оно греет. Знаешь, вот оно сердце греет. Ну, я-то знаю. Куча этого стаффа, но при этом ты используешь, типа, один гребаный плагин за 50 долларов. Ну, да. Ага, да. Ну, другое дело, да. Как вишь, хавалит меня. Просто я должна снимать всё. На микрофонке нового. К сожалению. К сожалению. Просто я должна снимать всё. Просто я должна снимать. Такое, знаешь, как будто я в рабстве каком-то меня заставляют снимать контент. Вы, зрители, в рабство взяли её и заставляете её снимать. Не, я очень рада, что я здесь снимала. Ну, я думаю, что ты имела в виду, типа, к сожалению, потому что ты понимаешь, что там, типа, жесть. Трэш, да. Знаешь, ну, это хорошо, что есть самооценка адекватная. То есть критическое своё мнение. Не, ну, прикинь, я бы сказала, ребята, ща вообще как-то нюди. Вот, это было бы хуже. Типа, ребята, щас вообще будет супер, и начинаешь, типа, ужасно петь. Ну, да. Ну, то есть, типа, ты знаешь... Ну, у меня раньше вообще самооценка прям очень плохая была. Если сейчас я могу... Ну, короче, сейчас... Да, в принципе, я всегда адекватно оценивала себя. Ну, мне как кажется. Но при этом никогда я не кричала о том, что там самое лучшее. То есть я всегда понимаю, что всегда есть лучшее, всегда есть к чему-то нюди. Я считаю, что адекватная самооценка должна присутствовать. При этом, как бы, она должна быть сбалансирована. Нельзя быть, типа, супер... С низкой. С низкой или супер с высокой, конечно. Ну, да, нужно знать свои сильные и слабые. Очень важно просто, да, знать, что это, например, не твое, и лучше, как бы, в это не лезть. Ну, да, и не позориться. И не позориться, да. Смотрим? Давай. Так, у меня ничего не слышно. Ни музыку, ни вилогию, ничего нет. Ты не будет пока солнца... Вот это вот то, что... В общем, записываю песню на студии. Карин там фоткается пока. Это будет бум-бэ, короче. Но не ждите, это очень рано. Я это не выставлю, пока не сниму на это клип. Честно. Если бы я ещё и клип на это сняла, блин, а чё не сняла? Это было бы легендарно. Сейчас бы такой реакт сняли. Блин, ну не сняла. Ума хватило мозгов. А то я-то думала, что это будет бомба, а потом, видимо, когда мне прислали, я это всё равно выставила, ВКонтакт загрузила. Не в какой-то там iTunes, не, такое я не знала. Я просто знала, что ВКонтакт можно загрузить. Я тоже свои трючки ВКонтакте загружала. Но я не думаю, что вы будете восторговать, потому что это не моя песня, это будет кавер. Кавер это будет, поэтому... Тебя там не слышно, дури. Я буду водопадом. Когда ты тоже хочешь петь, ты такая, типа, вставил наушники, вставал. Я буду водопадом. Причём ничего не включено, просто всё в оффлайне. Я буду водопадом. Еее! Но мне это запи... Я пела, я не это записывала. Да. А? Я тебя слышу. Ну нет, плохо тебя слышно. Ты умрёшь, ты станешь солнцем, и всё равно меня будешь выше. Всё равно меня будешь выше. Синим ветром я буду где-то летать с тобой. Ветром по свету. Зай, я считаю, что нам нужно перезаписать мой легендарный кавер и посмотреть, что получится. Давай. 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 Это очень клёво. Интересно, как я сейчас спою лучше? Да. Я хочу Бекки сама прописать. Хочу всё сама записать. Побереги мои уши. Да, Зай, ты мой муж. Побереги мои уши. В конце концов. Ладно, дальше. Ты не поймёшь, а я незаметно Шипну тепло, а солнце где тут? Только ты не будь, пока солнце слышишь, Я буду петь тебе песни с крыши. Я буду снова таким-то дышать, Жадать, с ветром лишь встать. Я буду ждать лишь твои улыбки, Буду слушать твои хвостини, Твоих ресниц, забирать снежинь, Я осталась ветром лишь встать. Перемотаю пьёвку. Прикинь, авторские права выключат меня монетизацию. На этом ролике из-за этого хита. Подумаешь, что реально Максим поёт. Я трек Максим поставила. Ну, там с каверами. Из-за мелодии могут. Ну, надеюсь, что нет. Там с каверами, да, Ну, другая немножко ситуация. Поэтому, если вдруг Вы пропустили момент, Где мы слушаем, Как я пою кавер Максим, Значит, всё-таки мне сняли Авторские права, Монетизацию, И я перезагрузила видос. Что хочу сказать. Конечно, он мне там нотки подтянул. Ну, я уже видел, да, Там через мелодию. Ну, это не сильно помогло. Ну, я думаю, что сильно. Ну, всё равно, типа, плохо. Ну, думаю, что сильно, да. Но в каком восторге Находились мои родные. Ой, мам до сих пор об этом вспоминаю. Мама, дедушка мой, вообще. Все кайфовали. Я тоже сначала кайфовала. Знаешь, ну, просто по фану, По приколу. Я тебе говорю, я в школу шла, Со школы шла в наушниках. Иду, слушаю свой трек. А сейчас я думаю, ой, не. Потом ещё моя мама, Когда мы познакомились со Славой, Решила ему скинуть это дело. Только ты нибудь, пока солнцем слышишь, Я буду петь тебе песни с крышек. Я буду снова твой кем ты 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 тыишь. Осталось ветром лишь встать. Я буду ждать лишь твои улыбки. Буду слушать твои пластинки. Твои песни забирать снежинки. Осталось ветром лишь встать. Только ты нибудь. А тут есть автотюм, интересно? Может, он накинул сверху. То есть он мелодайно пропичил ноты, Каждые отдельно в редакторе. И, может, что-нибудь накинул, типа, автотюм. Так интересно, жаль, что я тогда не разбиралась в этом. Я не могу сказать, что он туда накинул, что он не накинул. Тут пока солнце слышишь, Я буду петь тебе песни с крышек. Я буду снова твой кем ты тыишь, Осталось ветром лишь встать. Я буду ждать лишь твои улыбки. Буду слушать свои хвостинки. С твоей тресни забирать снежинки. Осталось ветром лишь встать. Такая вот затея. Понятненько. Все, на этом видосе закончилось. Очень резко заканчивается видео. Но я получил удовольствие. Спасибо большое. Что, еще там удовольствие? Да, я думаю, что мы четыре видоса смотреть не будем. Я думаю, нам третьего хватит. Понятно. Самое интересное, что... Какое видео это или то? Я не могу тебе так сказать. Здесь больше просмотров, конечно. Идет оно поменьше. Ладно. Смотрим. Влог «Моя повседневная жизнь». Фотосет для SvxShop. Кино. Гулянки. 7 мая, 14 год. 262 тысячи просмотров. Привет, друзьяшечки мои. Сегодня мы писали про... Нет, не пробное, окей. Сегодня мы писали переводное сочинение по литературе. Ух... То есть я пришла в полдесятого в школу. Так же, как и все, мы написали это сочинение. И кто написал, отпустили того домой. В общем, я думаю, что я написал хорошо. Точнее, я уверена в этом, так как... Ну, блин. Даже мне оно понравилось. Но обычно я пишу всякий вред. Настолько классно писала. Что же мне понравилось. Сохранились ли даже детям буду считать. А сегодня я написала прямо смысленность сочинения. Смысленное. Горжусь собой. Сейчас я иду в магазин, чтобы отдать долг. 7 рублей. Что? Я ненавижу быть кому-то должна. Тем более... Что ты за 7 рублей спички покупала? Гетарда. Да я не знаю. Слушай, я же не помню. Может, на что-то сушарик может не хватило. И мне говорят, да, забей. И потом занесёшь. Ты просто 7 жвачек по рублю купила. Знаете, было... Вы вряд ли знаете, но в моём времени было 7 жвачек по рублю стоило. Да, моё тоже. Вообще, ужас. Я должна кому-то 7 рублей. Не могу жить. Потом мне надо будет пойти и сделать фото на визу. Потому что летом я поеду в Англию учиться. В ШК. В школу. Вот. Поеду я... В ШК. Так что, если вам... ШК. ШК. Типа, ШК. ШК. Короче, суть в том, что если вам понравится этот видос, где мы смотрим реакцию с моим мужем на мои старые видосы, то мы сделаем ещё потом выпуск. Где мы смотрим, например, Лондон. А Лондон все капец как просят, чтобы я открыла, потому что там вообще такой кринш. Я там такая тупая, жирная. Вообще ужас. Не могу это сама даже пересматривать. Я в июле на три недели. Вот. А после этого мы с Кариной пойдём в кино на фильм «Новый человек-паук». Что, о боже, нереально круто. Я так давно хотела на него посмотреть. Я так обрадовалась, когда увидела, что он уже вышел. О май гад. Сегодня, кстати, пятница. Вот. В общем, пошла я в магазин. Пришла, значит, в магазин. И говорю, типа, девушка, я не вам должна была вчера 7 рублей. Она на меня такая посмотрела, типа, нет, не мне. Вот. Ну, может быть, просто они там все похожи. Окей, там пять, что девушек, и они все одинаковые лица. Вот. Ну, и в общем, я тогда подумала, о боже. Я вор. Нет, ну её самой не было. Просто дело в том, что она заплатила... Причина-следственная связь была понята. Я вор. Всё. Блин, я такая вообще душная. Так долго размусоливаю. Два и семь рублей. Я ненавижу, когда я кому-то должна. Тем более, в семь рублей. Такая вообще... Пойдем. Пойдем. Не, просто как же то, что я на себя смотрю и думаю, боже, такая стрёмная. И, типа, было бы угарно, если бы я сейчас... Ой, нет, давайте я вот так сделаю, типа, как будто что-то изменится и лучше станет. Сойдет. Сейчас мы идем, и Карина только остановилась, убегала пятьдесят рублей. Сейчас мы думаем, что я должна сделать. А, понять. О, пятьсот. Ну, так я тебя ищу. Я делала только пятьдесят. Так, да ладно. Вот, у меня есть два выбора. Взять пятьсот и пятьдесят, как бы, да, и, возможно, какая-нибудь гадалка наложила на эти деньги порчу. Или болезнь, которая перейдет к нам. Про гадалку, конечно, это ужасно. Кстати, никогда не берите с пола деньги. Потому что есть такие поверья, что есть люди, которые... Ну, короче, через деньги всякие свои болячки передают. Поэтому, если на полу видите какие-то деньги, даже если это пять тысяч рублей... Да. Очень привлекательно, я знаю, но не берите. Реально. У меня есть история тоже с деньгами, как я у себя еще в городе, я не помню, сколько мне было лет. Ну, у меня был телефон, и мне надо было положить деньги на телефон, на счет. Я нашел сотку, по-моему, сто рублей. Сто рублей, ну, нормальный для меня тогда. Сто рублей как раз хватило бы там на месяц, точно. Вот, сто рублей на месяц. Это сейчас, как бы, что? Какие-то очень далекие времена, ты вспоминаешь. Это просто очень далекие времена, сейчас сто рублей. Ну. Вот. Я нашел эту сотку. Ну, классно, типа, что-то положил ее к себе. И на следующий день пошел как раз на телефон деньги ложить. Вот положил... Мне как раз сто рублей надо было положить. Вот я еще банкомат, такие, знаешь, такие... Да знаю, знаю, да. Вот я кидаю сто рублей, ну, по-моему, это не те сто рублей. Но я просто их положил к себе в карман, не помню, потратил, не потратил. А я ложу эти сто рублей на счет, отправляю, все вышло из этого магазина, жду, когда придут. Не приходят. Не приходят. Смотрю на чек, оказывается, я перепутал одну букву. Цифру. Цифру. Перепутал одну цифру. Вот те сто рублей, которые я нашел вчера, я эти же сто рублей, грубо говоря, я те же сто рублей просто... Да. То есть мне пришло, и от меня же ушло. Да. То есть это не мои были сто рублей, которые я взял. И хорошо, что ушли, на самом деле. Лучше так, потому что я говорю, никогда не берите деньги из пола. Да. Вот я поэтому, видимо, там проверяю. Типа, что мне сделать? Взять эти деньги, которые, возможно, ГДЛка замудрила болезнями своими. Потом. Или же, ну как бы, взять их, или не брать. Наверное, я их не возьму. И давайте поставим палец вверх за то, что я не взяла деньги, на которых, возможно, лежит болезнь. Пусть кто-нибудь в болезни, просто мы не так нуждаемся в себя. Ну, ты знаешь, я бы с удовольствием взяла пятьдесят пятьсот рублей. Я просто сначала пятьдесят только взяла. Мы же не такие сволочи, как... Ну, черт, взять пятьсот пятьдесят рублей, не так уж плохо. Ну, блин, знаешь, обычно... Я просто не люблю брать чужие вещи. Лучше пусть их возьмет кто-нибудь другой, да, или вообще их не встанет. Ежели я возьму их мало. Вот реально, почему-то я верю в такую фигню. Мне кто-то когда-то сказал, что нельзя брать чужие вещи, иначе мало ли на них какая-то болезнь. Да я тут вообще просто буйвол. Ну, нет, совесть. Моя совесть чиста, я ей не пользуюсь. Просто... Как думали, какая-нибудь болезнь, вот реально, это, ну, не в шоточке. Это хрен его знает. В общем... Моя сове просто упорта. Он сожрал нас, короче. С ним нормально... Слезает коров! Невозможно! Выпорта слез. ıld eldad. да не хотела как это пидовка конечно я щеню ты пидок сын и мои ботинки носки стрёмные торчащие оттуда такая ты пышечка ты малолетняя и до мелкая конечно я помню свою школу как у меня одноклассницы они тоже были как ты пышечки красились уже по уродским и у них были челки вот такие вот не у меня вот кстати слава богу чего чего нет того нет ну ты кстати получается ну ты же попозднее чем моя одноклассница ну да то есть ты попозднее ты в чит это 14 год и тысяч все ходили когда скажем так все ходили с челками я была помладше и тогда не снимала потом раз и ты же еще в москве живешь типа центр а я жил вообще просто 4 тысячи километров от москвы какой стиль у нас там до сих пор все это как в 90 ходили мы с тобой в одной этой реакции обсуждали возраст между мужчиной и девушкой в беременно 16 то что он есть типа сильно старше по моему там на 4 на 5 лет и мы угорали с того что вот когда мне было 16 тебе уже было 20 вот здесь мне 16 а тебе 20 вот прикинь ты вы со мной познакомился стоит это вообще микро такие разные люди хотя даже вот то как мы с тобой когда познакомились и я сейчас мне кажется тоже вообще разные люди ну даже по внешности и по мозгам понятное делать да и ты тоже очень сильный и я изменился мы вообще типа нас это пастет и хоть блин скучаю по таким временам знаешь просто вот пойти в парк с кариной по фоткаться но мы сейчас можем пойти типа сейчас это все настолько как-то как будто серьезно фэшна тогда мы просто кайфовали просто получали удовольствие делали фотки а сейчас нам чтобы поехать там не знаю в центр по фоткаться мы заморачиваемся там взять на луки какие-то подбирать то есть это прям такое еще ну уже нету такого расслабона вот как тогда ну и тогда мы наверное даже не знаю ну короче да дети не дети это просто времена не знаю отношения наши каким-то таким вещам но я представляю как было бы круто если бы мы тогда делали то что делаем сейчас мы вообще наверно такие просто богини были стиле надо стоя фоткаться давай я хочу фоткать я довольна веселее у меня ручки и гречи смотрите я засуну себе всю вату я скомкала похоже что я снег жру весной я это выставляла в интернет давай промотаем огонь вот это кринж вот этого я и ждал насладиться вот этими уродствами уродствами да ты смотри какая ты по это талантливая всю вату засунулся в рот да да талант тогда еще можно было руки облизывать это что сейчас двадцать первом когда и без масок можно ходить вообще уже я и очень скучаю по тому времени когда мы просто жили и не думали об этом гребаном знаешь никогда не ду не думая о том что было не было скажем спасибо за то что и есть то что есть потому что всегда может быть еще хуже мы хотя бы можем из дома выйти я просто скучаю по тому времени когда просто можно пойти в магазин не надевая маску и им просто скучаю по тому времени когда ты просто но можешь находиться с людьми без этой гребаной маски без этого контроля всем доброе утро сегодня понедельник и вроде 28 это число день когда мы должны были улететь грузию но не получилось я скажу почему у дедушки очень много в москве работы и кстати опять ухо заложено твою мать что за капец у меня до сих пор иногда уши закладывают помнишь я тебе говорила что блин опять ухо заложила сосуды ну вообще у меня да у меня на погоду типа я такая у меня каждое утро заложено ухо и не понимаю почему в общем я иду в школу всем привет сегодня у нас понедельник и сейчас уже 6 часов вечера и я скажу вам сейчас что я сегодня сделала я сегодня очень много дела делал во первых я была в школе написала историю да про екатерину вторую я писала про петра первого про ивана грозного четвертого я даже знаю что он четвертый детка ты чувствуешь детка ты чувствуешь мои мозги чувствуешь мой айкью ты чувствуешь на самом деле вот я смотрю на себя раньше это будет такая тупая а тогда я думала я такая крутая и все писали какая крутая и очень часто говорить о май гад то есть вот то что сейчас меня бесит в людях типа ну камон вот этот пускай камон ну камон блин че-то камон ну это вообще мой да вот я уже на районе у себя дома кстати я взяла это платье с секси вывезом сейчас зайду магазин куплю себе что-нибудь покушать очень-очень устала просто жесть хочу прийти домой скорее я буду снимать сегодня летсплей вот так что хочу скорее домой всем доброе утро ребятушки мои сегодня у нас среда и я проснулась сегодня довольно таки рано где-то в 11 я не помню что за летсплей я снимала потому что я особо летсплей никогда не снимала но по-моему кто там облизывается я снимала как-то на слендермена летсплей да вот не помню что на sim снимала так у тебя есть не на канала наверно удалила может не знаю можно столько это старое было сама хотели вла я блин часа в пол четвертого в общем сейчас я надвигаюсь в магазин точнее в аптеку за кларитином это фигня от аллергии потому что у меня вчера закончились таблетки я забыла купить короче и это короче как бы вообще потому что от меня накрыло так ключи 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 совершенно быстро у меня в планах сгонять до аптеки и сразу же домой пить таблеточки на улице так клёво блин ребят я просто в восторге обожаю весну нет обожаю лето весной ненавижу за то что у меня аллергия весной но погода просто изумительно вчера была такая погода не было особого сильного солнца я помыла голову перед тем как снимать кукинг да потому что у меня была башка грязная вообще нет она была не грязная но некрасиво выглядело я подумала надо бы мне помыть кстати спортивный костюм мне тоже из авторейна привезли сегодня азизас клёвенький ну зато тебе в то время он нравится время нравился яркий модный молодежный у меня кстати есть кроссовки зеленые на вековские поэтому будет круто вообще такая сейчас типа карина через 10 минут придет сейчас 10 короче около 11 ее мама разумеется довезет и мы с ней пойдем магазин купим еды для кукинга еды для для дома для этого дома потому что мой дом любит когда его кормят вот а еще у меня мокрая башка поэтому я сейчас я буду сушить так что я выхожу кстати мы поедем в другой магазин точнее каринина мама каринина мама повезет нас более хороший магазин в котором более хорошие продукты более свежие этот магазин который у меня дома вот и также каринина мама поможет нас выбрать мясо так как сегодня мы будем готовить мясо вот ну разумеется мы купим всяких вкусняшек всякого дерьма гавана пирога знаешь так интересно даже посреди цены какие тогда были а сейчас жевачка восемнадцать рублей или это не жевачка интересно скорее всего какая-то жевачка восемнадцать рублей сейчас такая наверно сорок будет стоить до 50 60 может два раза дороже будет как минимум ко мне пришла карина и она хочет чтобы я включил очень очень громко музыку но я знаю твой взгляд смех который так не нужен знаю потому что соседи скажут девочка ты чего со всеми родители уехали значит все тебе можно в общем точно они очень похожи вот это лоя да я это доминик джокер я тоже очень много слушал эту песню блин если ты со мной в общем мы сейчас будем жрать а вы обратили внимание что меня футболка балансиаго мода времена когда я носила поле даже не знал о том что есть такой бренд даже не знал что я на шутболе реально я думаю блин просто клёвая типа какой-то там текст клёвый балансиаго звучит клёво мясо кукинг гигери гигери да надо учить сленгу вашему вот это вся гигери это очень легко ты смотрел гриффинов помнишь гленна с башкой такой который постоянно занимается вот это и есть гигери не знаю вообще что за фигня азизос это типа это я так понимаю что этот прикол пошел от того, что, знаешь, когда пишешь аха-ха-ха-ха и иногда, типа, да-да-да, типа и, ну, может, это такое, типа, Азизас, типа, как аха-ха-ха. Ну, типа, не знаю, это по моей памяти, но, может, я могу ошибаться. А что еще было? Сученьки, я еще говорила. Ну, понятно, погнали. А мы снимаем готовочку. Потому что скоро будет кукинг. Ну, как скоро? В эту пятницу? Такой сладкий. А тыр-тыр-тыр, знаешь, откуда вот эти вот я делаю? Тыр-тыр-тыр. Это, короче, тогда популярно очень было этого, Макс плюс сто пятьсот, у него был Моран Дейс, и он ездил, типа, в Америке, да, путешествовал, и он постоянно так делал, типа, ну, как тот он делал, и я смотрела в то время. Ну, короче, я вообще, мне кажется, что я такой человек, мы с Крином как-то это обсуждали, что такой собирательный образ, типа, что-то оттуда взяла, что-то отсюда, что-то оттуда, с акцентом и вот такие штучки, и получается. А что мы делаем салатище? Теперь ты понимаешь, почему это закрытое видео? Хочется подметить, что эти все видео закрыты, потому что я действительно, ну, как бы считаю, что это кринж полнейший, и нафиг такое выставлять. Реально было интересно, мне, как Юлиному мужу. Ну... Ну, что ты думаешь про меня? Конечно, ты изменилась, изменилась в лучшую сторону, ты стала цветочком, ты расцвела, и было весело, на самом деле, особенно с песнями. Ну, было бы интересно ничего посмотреть. Это классно, это классно посмотреть на твое, ну, прошлое. Ну, да. Какая у тебя была жизнь тогда. Хотя, я думаю, что если бы я снимал, у меня была бы жизнь поинтереснее. Ну, ты уж так не обольщайся. Это правда. А что у тебя интересно? Ты постоянно на конкурсы ездил музыкальный. У нас куча всяких поездок, у нас куча всяких репетиций, выступлений, какие-то жизненные моменты, учёба, не учёба. Слушай, я тебе показала влоги из обычной повседневной жизни, а не из каких-то там типа конкурсов, поездок. С дедом на охоту, на рыбалку. А сколько тебе лет было? В смысле? Я был взрослый. Ну, ладно. На охоту, на рыбалку, дачу строили. Ездили с Пытьяха до Молдавии четыре тысячи километров на машине. Просто если бы я даже, ну, начал снимать вот, ну, дорогу от Пытьяха до Молдавии, это просто бы, ну, разорвало интернет. Ну, ладно, здесь я не хвастаюсь своими предыдущими событиями в жизни. Мне понравилось. Вот, надеюсь, что вам тоже понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. А можно я на своём канале сама буду проговаривать эти заурядные фразочки? Конечно. Да, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось. Извините, что пока что не выходят влоги. Если честно, мы на локдауне, и дело не в том, что там нечем заняться, но мы просто занимаемся чем-то не особо интересным для видео, и нового особо рассказывать нечего. Мы снимаем реакции, кушаем, смотрим сериалы. Это что ты вытворяешь, изращуга? В общем, надеюсь, что вам понравилась эта реакция на старые видосы, и мне было бы интересно, чтобы ты ещё какие-то мои старые видео посмотрел. Не, ну, если на этом видео будет нормально просмотров, конечно, посмотрю. Так что всё, спасибо большое за просмотр. Всех любим, целуем, обнимаем. Подписывайтесь на канал Славы, там ещё больше классных реакций, и там вообще трешняк. Обещаю, просто вот одну реакцию хотя бы посмотрите от начала и до конца, и поймёте, вообще, что надо всё смотреть. В общем, всем спасибо, и всем пока!